Предлагает такую вещь. Например, на самом деле способствовать, помогать гражданам вкладывать деньги в резко подешевевшие акции крупных российских компаний. Я думаю, что на самом деле это, конечно, это не по нацене чего, но это неплохая вещь. Во-первых, государство привлекает рублевые накопления граждан, потому что они у многих лежат. Во-вторых, на самом деле эти бумаги сейчас подешевели невероятно низко, и они точно совершенно будут дорожать. Вот чем бы ни кончилась вся эта история, они все равно будут дорожать, потому что газ, нефть, полезные ископаемые мы добываем и будем продавать. В-третьих, это реальная национализация. Когда граждане, которые по Конституции, между прочим, имеют у нас права на эти недра, они становятся держателями акций системообразующих, государствообразующих нашу экономику компаний. Это важно. Сейчас иностранные инвесторы от этих акций избавляются. Я слышал, что выделен триллион на их скупку, потому что они дешевые, и таким образом происходит национализация. Но, опять же, важно, кто скупит. Важно, кто скупит. Это будут биржевые спекулянты, или это будут банки, которым, если честно, далеко не ко всем есть доверие, или это будут граждане России. Кстати, сейчас еще есть еще один игрок, Китай, который собирается скупать наши компании, резко подешевевшие. Я думаю, что очень важно, на самом деле, было бы до наших граждан донести эту мысль и помогать им, потому что эти акции будут дорожать. Это реальный совершенно доход, и я думаю, что не в самом далеком будущем. Что бы там ни было, все равно газ будут покупать, нефть будут покупать, металлы будут покупать, все это дело будут покупать. А отдавать все это в руки биржевых спекулянтов, опять же, многие из которых иностранные. Ну и что, что они китайцы? Они все равно как бы не наши. Это не резиденты. И что этим китайцам придет в голову, например, скажем, через месяц, через два, через полгода, через год, мы не знаем, как они этим воспользуются. Это вопрос большой. Поэтому помогать гражданам национализировать эти собственные экономические активы, это будет настоящая национализация элиты и активов. И плюс привлекать деньги граждан, которые у многих действительно лежат под подушкой, в российскую экономику. Мне кажется, это было бы очень неплохим, важной инициативой. А пока, знаете, что происходит? Все, у кого есть деньги в банках, хоть какие-то, не дадут мне соврать. Все банки, начиная со Сбера в том числе, предлагают вкладывать деньги во что? В акции американских компаний. В акции американских компаний, включая компании оборонно-промышленного комплекса, американского. Потому что они говорят, ну, это же выгодно. Это вот к тому, о чем мы здесь всегда с вами говорим, по крайней мере, для меня это идея фикс. Вопрос в том, где, не в том, так сказать, формально, кому принадлежат те или иные банки. Вопрос в том, где находится голова там и душа людей, которые этим управляют. А у многих из них голова находится вон там, да? И, например, сейчас разные всякие, так сказать, эти самые биржевые маклеры, банковские, так сказать, менеджеры, они активно предлагают людям покупать акции оборонных компаний США. Палантиры там все эти и прочее, прочее, да? Для чего? Они говорят, ну, смотрите, сейчас, значит, американцы напугали Европу угрозой и будут для Европы делать много-много-много оружия. Поэтому акции этих компаний будут расти. Давайте свои денежки, россияне, несите. Несите свои денежки в экономику страны, которая является главным инициатором санкций против вас же. Это как? Вот за этим кто-то смотрит. Это вот тоже к вопросу о финансо-экономическом, так сказать, суверенитете. Он есть или нет? Он как бы есть. Мы тут все сконцентрировались на Центробанке. Вот он там плохой, хороший. Я говорю, мне на Биулину даже жалко, потому что смысл не в том, что, так сказать, какая она. Она просто вот искренне уверена была все это время, что вот так и надо. Но я думаю, она работает в тех рамках, которые ей дали. Трудно сказать. Я думаю, что это не всегда так, но это в значительной степени так, потому что... Но она профессионал. Либеральные рамки, так сказать, это и есть то, в чем работает экономика. Как я говорил, здесь надо мыслить... Сейчас все, не время уже заниматься штампами. Но то, что вы говорите, можно, например, государство может издать закон, запретить вложение в американские цельные бумаги. Потому что привлечение денег в акции компании к принадлежащим странам, наложившим на нас санкции, является работа против своей страны. Вот у нас тут приняли закон, так сказать, по поводу фейков в отношении армии. Друзья мои, фейки в отношении армии – это на поверхности. Это понятно, так сказать, да, но это на поверхности. А если немножко совсем глубже, значит, копнуть, вы увидите, что все совершенно, как бы, да, российские банки, включая государство образующее, предлагают своим клиентам вкладывать деньги, наши деньги, заработанные здесь, в акции компании тех стран, которые наложили санкции на Россию, на них же самих. Это не очень этично, кстати, по отношению к нашей стране. Ну, это очень мягко сказано. Это очень мягко сказано, да. А я думаю, что это, в общем, на самом деле такое экономическое преступление. Поэтому первое мое предложение там, да, это, как бы, так сказать, значит, сосредоточиться на все-таки том, чтобы привлекать деньги российских граждан в российскую экономику, а не в экономику США и Евросоюза. Вот. А второе, может быть, даже местами запретить, да, вот подобные вложения. Просто запретить, и все. Запретить особенно, по крайней мере, всего того, что касается военно-промышленного комплекса, технологий двойного назначения и все, что с этим связано. Потому что вы поддерживаете, так сказать, тех, кто собирается с нами воевать потенциально. Или собирается, так сказать, нас убивать, там, и все, что с этим связано. Вот что важно. И еще одна вещь, которая, как бы, тоже меня лично волнует, как там, что называется, бойца информационного фронта. Вот огромное количество всевозможных, так сказать, фальшивок, рассылок и прочее, прочее, которые приходят в телефоны наших граждан в огромном количестве, да. Вот если раньше надо было вражескому самолету разбрасывать листовки, да, как бы, то сейчас листовки не надо разбрасывать. Вражеская листовка у каждого в кармане. Это мобильный телефон, на который подсоединён к интернету, на который постоянно приходят разного рода нехорошие вещи. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему мы этого не делаем. Мне это непонятно. Вернее, как теоретически понятно, практически. Я считаю, что это примерно та же ситуация, что и с такой очень корявой работой наших альтернативных платформ. Не научились, не хотят, ждут каких-то особо привилегированных условий или ещё чего-то. Грубо говоря, я думаю, что все наши мобильные компании, хотя многие из них на самом деле вовсе не наши, я думаю, что в этом кроется секрет в том числе. Потому что многие наши компании мобильных операторов, они как бы формально-то наши, а если покопаться в собственниках, в акционерах, они вообще никакие не наши ни разу. И в этом тоже есть проблема. Может быть, поэтому это происходит. Но на самом деле, мне кажется, крайне важно, было бы хорошие новости, конструктивные новости, разъясняющие новости рассылать напрямую на телефоны нашим гражданам. Разговоры про то, что это будет мешать, кому это нужно, кому не нужно, тут же сотрёт. Кому не нужно, тут же удалит. Вот и всё. Но вы сделаете так, чтобы до них доходило. Потому что пока я вижу ситуацию, когда до определённой части наших граждан гораздо быстрее доходят новости наших врагов, чем новости наших и официальных лиц, и тех людей, которые настроены патриотически, гораздо быстрее доходят, потому что они эту систему отработали. Отработать эту систему нам, я, например, технически в этом не вижу вообще никакой проблемы. Абсолютно никакой проблемы. В конце концов, это можно просто поставить на коммерческую основу. Государство может выделить деньги под то, чтобы покупать у этих самых, ну, вот эти рассылки, да, так сказать, у этих компаний, если нельзя по-другому на них воздействовать. Но, например, вещи, которые разъясняют меры правительства, вещи, которые разъясняют, там, новости, которые разъясняют меры поддержки, они до сих пор пока, на мой взгляд, не артикулированы достаточно. Вот ещё раз говорю, даже там брифинг Министерства обороны. Ну, вот там... Хорошо. Но вы уверены, что это вообще как бы услышало большее количество людей? Это, на самом деле, подача для распространения, распространения, так сказать, в том числе в тех формах, которые доходят до людей. Потому что там условный брифинг Мизинцева из Министерства обороны, который идёт 15 минут, никто не будет слушать его 15 минут. Это невозможно. Это невозможно, как бы, да, поэтому вы возьмите там краткие какие-то вещи и разбрасывайте их, да, или вот тот же самый, что касается экономики, сайт, так сказать, правительства, объясняем РФ. Хорошо, сделали сайт, молодцы. Но он действует по принципу, кому надо, тот найдёт. А наоборот. А сейчас не это нужно, друзья мои. Сейчас нужно совсем другое. Сейчас нужно, так сказать, что вы, это, в первую очередь, нам надо, вам надо, чтобы то, что нам надо, дошло до каждого. Ну, можно купить рекламу на телевидении или на радио. Да, именно так. А не то, что надо ждать, значит, пока вот кому надо, тот сам найдёт. Это для, знаете, такой, для более комфортной ситуации. Это для ситуации, когда вам некуда торопиться, и вас ничего не волнует. Для ситуации, когда вы на 100% уверены в общественном мнении, как бы, у вас нет никаких, так сказать, сомнений по этому поводу. Вот для какой ситуации. Вот такой подход, типа, ну, кому надо, тот найдёт. Мы выложили, вы ищите. Нет, друзья мои, это не подход. Но это для галочки. Это для галочки, да. А надо не так. Это делают для галочки. А надо для результата. Надо работать не на галочку, а на результат. Результат должен быть положительный. Да, поэтому максимальная рассылка, как бы, положительных новостей, или даже пусть это не будет, там, положительные новости, там, их могут назвать пропагандой и прочее. Да пусть их как угодно называют. Кому не понравится, так сказать, тот не будет их читать. Или прочитают, но всё равно у него в голове осядет. Или вещи разъясняющие, потому что вопросов много, ответы где-то есть, да, но их надо ещё и искать. И, как бы, их искать довольно сложно. Да, вот даже те же меры поддержки, да, как бы, того же малого и среднего бизнеса, они есть, они уже появляются. Или наши ответные меры, да, их надо где-то выкапывать, это надо где-то копаться, что-то выспрашивать. Один говорит, вроде так, другой говорит, да не, вроде так. Третий говорит, не, ну там вроде и так, и так, но вот это не так. Это не про это. Это я напрямую обращаюсь, так сказать, да, к тем, кто за эти процессы отвечает. Друзья мои, ситуация, что вы разместили где-то на одном сайте, и пусть 145 миллионов человек ищут, если им надо, это не та ситуация, которая нужна для нынешнего времени. Поэтому вот предложение вот такое, да, что я думаю, что вот к этому стоит прислушаться. И вообще, что касается, между прочим, деловых, дельных предложений, вот прям присылайте нам на программу, если там будет действительно что-то дельное, я буду озвучивать эти вещи, мы будем озвучивать, потому что я считаю, что сейчас нужен, знаете, такой массовый мозговой штурм. Вот эти разговоры про то, что правительство работает, не мешайте. Не, не пойдет так, друзья мои. Не пойдет. Не пойдет, потому что, как бы, ну, мы знаем разные примеры, так сказать, как в разные годы правительство работало. Вот поэтому. Вот мы тут хотим помочь правительству. Поэтому сейчас, на самом деле, нужен мозговой штурм с подключением всех, значит, кто действительно может и что-то конструктивно предложить. Понятно, что в этих предложениях будет огромное количество, так сказать, ну, пустоты. Это неизбежно. Понятно, что в этих предложениях будет, например, скажем, там, ну, какой-то процент откровенно сумасшедших. Тоже неизбежно, да. Ну, что делать? Бывает. Вот. Но может быть и то, что работает. Что работает, да. Я думаю, что даже, вот, если честно, так сказать, создать, так сказать, такую площадку было бы важно. Но, как бы, если ее не создают другие, давайте мы хотя бы какими-то средствами будем создавать сами. В конце концов, да, в данном случае, так сказать, тот человек, который имеет патриотическую позицию, должен выражать ее так, как он может, да. При этом как раз вот разных таких вот всепропальческих настроений, там, каких-то истерик. Вот это все совершенно не помогает делу. Есть дело, есть задача, есть ситуация. Поэтому, как бы, да, вот надо, так сказать, двигаться в том направлении, в направлении тех инициатив, которые помогают с этой ситуацией разобраться. Вот. И я думаю, что это важно. Это и, как бы, моя просьба, тире, так сказать, послание тем, кто за это отвечает. Вот. Потому что я знаю, что нас слушают, но не всегда слышат, так сказать, то, что нужно услышать. Да, иногда слышат совсем другое. Да, иногда слышат что-то совсем другое. А вот надо то, что слышать, то, что нужно услышать. Вот первое, еще раз напоминаю, да, как бы, создать максимально благоприятные условия для того, чтобы наши граждане могли покупать сейчас подешевевшие акции наших компаний, и это будет действительно коренная народная национализация, поистине народная. Слушайте, я быстро вставлю, спрашивают, как можно купить акции нашей компании. Я могу рассказать, нужно завести индивидуальный инвестиционный счет в любом банке. Ну, вот погуглите там, точнее, как это сейчас называется, в Яндексе, поищите, да. Поищите. Индивидуальный инвестиционный счет. И вы можете уже сейчас, ну, сейчас биржа закрыта, но когда откроется, я думаю, там будет... Да, биржа все равно откроется. Биржа закрыта, действительно, это правда, как бы, да, говорят, что она, типа, спасают банковскую систему или что-то в этом роде, но она все равно откроется, и я думаю, что невозможно будет совсем там все скупить. Но, если честно, я бы на месте правительства сейчас, несмотря на то, что биржа закрыта, организовал бы помимо биржи, потому что, опять же, это все, знаете, упираются в либеральные механизмы. Биржа закрыта, все, капец. Слушайте, вы хотите привлечь деньги граждан? Создайте для них специальное окошко для граждан Российской Федерации, где они могут покупать эти акции. Сделайте так, например, чтобы это было не проблема конкретного гражданина с конкретным брокером. Сделайте так, чтобы эти компании организовали ситуацию таким образом, что, например, скажем, вы знаете, как купить эти акции. Небольшая пауза. Сергей Михеев, Сергей Гриневский в студии. Сергей Александрович, вот ваше вот это конструктивное предложение по акциям. Ну вот, например, человек спрашивает, а как вы относитесь к варианту выдачи всем гражданам России ваучеров по 10 тысяч рублей для покупки акций российских предприятий? Ну, я не очень понимаю, так сказать, как бы вот, когда люди задают такие вопросы, это о чём? Вот, то есть, с одной стороны, я сказал, надо собирать всё, но когда, значит, вопрос, значит, что называется, знаете, как это, на глупые вопросы глупо ждать ответа. Но это слушатель, в принципе, он не первый раз нам пишет, что он довольно адекватный. Я понимаю, так сказать, но... То есть, это не то, что он пытается нас поддеть. Но вот что касается этих ваучеров, во-первых, само слово по себе, ваучер, да. Я тоже, когда увидел, я просто это услышал, да, здравствуй, кто там, это я, твой ваучер, да. Это самое, само по себе это слово, оно носит в России настолько, так сказать, отрицательное значение, и воспоминания о нём настолько болезненные, что даже само слово, это ваучер, лучше не произносить. Либо назначить Анатолию Борисовичу руководить этот вопрос. Да, либо, да, да, ещё давайте к вашему вопросу. По предложению я предлагаю назначить ответственным за это Чубайса. Ну, конечно. И тогда успех этому самому, успех предприятию гарантирован, да, сами понимаете, да. Вопрос в том, чтобы государство само это профинансировало, да, вот эту покупку. Да, в этом суть, я так понимаю. Ну, не знаю, может быть, вот оно, это другое, но это не надо называть ваучерами, да. Потому что, что значит выдать ваучер? Это всё равно, тогда, так сказать, легче гораздо выдать сами акции, а не выдавать ваучер, да. То есть, грубо говоря, давайте, как бы, да, в таком случае, например, скажем, государство образующей компании, да, какое-то количество акций просто будут переданы, да, в собственность людям, да. Это возможно ли это? Я думаю, теоретически возможно, но практически, конечно, пока ещё, как бы, вот эта вот рыночная парадигма в головах, она не работает. И плюс, здесь вот какая штука. Я же о чём говорил? Я говорил, в том числе, одной из целью является привлечение денег граждан в экономику России. Вот это ваше, как бы, предложение. Это наоборот. Оно никаких денег граждан в экономику России не привлекает, а наоборот оттягивает из этой экономики эти деньги, да, грубо говоря, которые, ну, будут проедены, там, условно говоря, 10 тысяч, но их проедят, и всё там очень быстро, и всё, и больше ничего не будет. Поэтому я говорю о двойном эффекте. Об эффекте, во-первых, привлечения денег сейчас, когда они нужны, а во-вторых, оба о том, что это будет работать на будущее, потому что эти акции, они будут приносить прибыль. Там какую-никакую, но будут приносить. Будут приносить, это совершенно точно. Вот, поэтому тут такая штука, взять сюда и поделить, это, конечно, идея интересная, вопрос в том, как бы, вот как сейчас конкретно, да, насытить экономику деньгами. Хотя, вот, на мой взгляд, этих денег, например, огромное количество у наших олигархов, многих, но, кстати, я не всех богатых людей, как бы, занимающихся предпринимательством, считаю олигархами. Всё-таки олигархи, это, в первую очередь, те, кто, на мой взгляд, да, имел отношение к приватизации, вот, и в том числе, как бы, сделал это, пользуясь политическими связями. Но классическое определение – это люди, которые обладают экономической и политической властью. Да, но они вот прямой политической властью у нас сегодня уже не обладают, скажем так, вот напрямую, да. Более того, даже и средства массовой информации напрямую, по крайней мере, вот там никто из них не владеет, не контролирует. Они имеют определённое влияние, но вот так вот, чтобы, типа, вот это мой медиахолдинг, как это на Украине, кстати говоря, вот этого нет. Но, тем не менее, как бы, да, они не все одинаковые. Но, на самом деле, тут надо покопаться. Я говорю, вот, мне кажется, сейчас хороший момент, это чтобы вообще покопаться во всем том, в чём раньше, вроде как, копаться не хотелось, или было неинтересно, или как-то странно, или опасно просто-напросто. Да, сейчас всё уже, как бы, я думаю, что в этих вещах надо копаться. Продолжение следует...